монте-карло конечно это рай для миллионеров и если пойти от низины части от парковки в сторону казино то увидите наличие таких бутиков как гучи валентина сейчас пройдусь покажу вам витрина очень красиво мне нравится а А вот и центральная площадь Монте-Карло. Сейчас пойдем в казино, там, к сожалению, снимать нельзя, поэтому покажу вам просто площадь. Смотрите, какая красота! Архитектура просто пышет изыском и шикарностью. По-другому сказать не могу. Впечатляет, конечно, размах, насколько здесь все красиво продумано. Такие мелкие детали, которые мы вообще можем только едва уловить своим кладом. Сейчас, конечно, сейчас покажу само здание казино. Вот такая вот роскошь. Если вы приезжаете в Монте-Карло, то, конечно же, стоит посмотреть на это великолепие, на это здание и пойти посетить его внутрь. Пойдемте со мной. Конечно, помимо самого здания и площади, здесь очень много припарковано красивых, дорогущих машин. Вот одна из них, это Герария. И еще Роллс-Ройсы. Вообще, даже не могу им перечислить. Баззератти, Ламборгини. Ужасно много. Идем к казино. На первом этаже в казино очень много дорогих ювелирных ботиков. Вот сзади меня, вы можете видеть, Омега. Тут даже все украшено по-богатому. Все, что... Окей. Знаете, палка селфи почему-то очень стала напрягать охранников. Они мне даже не разрешили пол снимать. Поэтому сейчас, чтобы не сильно вестить, я решила вам показать все это великолепие просто с руки с телефона. Вот такое оформление главного холла в казино. Смотрите, сзади меня имитация игровых кубиков. Но люди здесь, конечно, встречаются очень интересные. Посмотрите вдалеке сидящего джентльмена в образе в таком костюме с серьезным видом в очках. А другой говорит по телефону, наверное, решает свои бизнес-планы. А вон мадам. Нет, 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 вот эта, которая сидит и помахивает своей туфелькой. Сейчас уже не помахивает, просто так нежно спустила ее. Подпивает кофе из-за очень красивой чашечки. Остальная публика, это, наверное, уже туристы. Сейчас поищу вам интересных персонажей, может, по-моему, сейчас и найду. Официанты, кстати, забыла сказать, всегда ходят здесь в белых фартуках. Смотрите, с галстуками, обслуживание на большем уровне. Мы сидели в ресторане на главной этой площади. Внутрь зашла, а там, конечно, роскошно. Причем, знаете, не такая пафосная роскошь, а роскошь изысканная. Вот прям очень все деликатно, тонко, белой скатерти, позолота. Ну, позолу такая матовая, очень дорогая. Прям сразу чувствуешь себя какой-то частью элиты. Нашла для вас интересные персонажи, только посмотрите на эту милую парочку. Они, наверное, всю жизнь вместе. Смотрите, взяли один десерт на двоих. Так приятно смотреть. Милота. Наконец-то нам принесли наш показ. Мы просто посели на центральной площади и решили выпить по бокальчику. Посмотрела по стоимости. Могу сказать, что бокал розе есть за 9, это фаус-майн. Есть за 11 именно из Прованса. Так вот, рекомендую вам взять именно из Прованса, потому что это родина, в общем-то, этого вина. И поэтому оно, конечно, считается лучше. Вот так наш заказ выглядит. Солок, небольшие закусочки и бокальчик розе. А вот так казино выглядит с другой стороны. Здесь, кстати, посетителей не так много, вернее, их вообще здесь нет. Идем. Все-таки прогуляемся до яхт. Вдольная версия. А сзади продолжение еще, кстати, тропического этого сада. Здесь очень много всяких пальм, экзотических растений для нашего климата. Вот такой красивый вид у нас открывается на самого Анте-Карло. Заедине меня влаги. Горы. А в другую сторону, если посмотреть, вот такая прекрасная мара. Пока мы там гуляли, нашли вот такие интересные скульптуры Адам и Ева. Мне кажется, они достаточно неплохо питались. Как-то они немножко круптоваты. А следующая скульптура, это вот такая... Да, я сначала тоже не очень поняла, что это. Посмотрите, это какая-то очень пышная юбочка. Голова. Видимо, это тоже скучный трючок. Тонкая талия. Все же хотят тонкую талию. А вот самое главное, вот это здание-казино с обратной стороны. Вот сейчас мы на этаже. А вот мы приближаем все ближе-ближе к нашим яхтам. И такой тропический сад. Вообще красивый. Экзотичность меня вообще вообще впечатляет. Так, есть такая вот скульптура в виде огромной руки. Ой, я такая маленькая, а рука такая огромная. В общем-то, ничего не поменял в жизни. Если вы пройдете весь этот сад, который я вам показала до конца, то лучшее место для фотографирования на фоне яхт, оно именно здесь находится. Скверик очень небольшой, поэтому я прям очень настоятельно вам рекомендую здесь погулять. С этой набережной видно сверху спортзал под открытым небом. Вот это я понимаю, вот это климат. Представляете, можно просто спокойно крутить педали, либо там люди отжимаются. Просто на улице. У нас такого, конечно, мы себе можем позволить только летом в хорошую погоду. Еще мне нравятся такие интересные скульптуры вдоль самой Марины. Вот яхты прибаркованы. Это, конечно, крутой мега спортзал. Эх, я бы пошла в него. Девчонки, пока я тут, в общем, сидела, у меня тут была конкуренция. Смотрите, тут такие фифа-то гламуре тоже хотят много-много селфи. Кстати, то, что я вам сказала, что лучшая точка та, нет, вот оказалось, что вот это. Самое лучшее место заняли. Вон там девушки, они уже делают селфи миллион раз, поэтому снимаю откуда могу. Если пройти до самого конца этот чудесный парчок, то попадете к выходу, надо забраться именно на газон. Конечно, тут ходить нельзя, но для полицейских нет. Потому что здесь самое лучшее место для селфи. И видно Марина. После нашей долгой прогулки решили еще зайти в кафе, немножко отдохнуть. Вот нашли такое кафе Милана в Монте-Карло. Сейчас покажу, что тут за цены. Это самый низиний марин. Здесь, кстати, цены в низиной части ниже, чем если он, например, пойдет прогулять прямо из самого здания кизина. Там будет побольше. Кстати, в этом заведении есть счастливые часы с 3 до 7. Вот это коктейли, пироли или другие стоят по цене. В общем, прошу предпочтали за 6 евро. Вот и спортсмены крутят педали изо всех сил. У меня он спорзал на дворе, но, к сожалению, это просто спорзал. А это прям вот открыто в небо с видом на яхты. Смотрите, я не буду с ним заниматься. Класска, что-то. Что-то я понимаю уровень. А вот и подошло наше путешествие к концу по Монте-Карло. Смотрите, какая в заключении у нас красивая Марина. Зашли в низиний части прогуляться, показать вам эту всю красоту. Сейчас будет возвращаться Мьицу. Нас ждут другие не менее интересные приключения. Субтитры сделал DimaTorzok